Сегодня мы с вами познакомимся с функциями в языке C++, а конкретнее мы познакомимся с пользовательскими функциями, то есть научимся создавать свои функции. Рассмотрим основные сведения о функциях, синтаксис объявления и определения функции, механизм передачи аргументов посмотрим, правила видимости переменных и разберем, что такое локальные, что такое глобальные перемены. Ранее в программах мы использовали с вами готовые математические функции, например, степень, тригонометрические функции. Для этого мы подключали библиотеку МАФ. Все функции представляют собой некоторый шаблон, по которому вычисляется значение какой-то функции или выполняется набор каких-то действий. В языке C++ есть возможность создавать свои функции, не относящиеся к библиотекам. Такие функции называются пользовательскими функциями. Для чего нужны пользовательские функции? Например, нам дан пятиугольник со сторонами А, Б, С, Д, Е и двумя диагональными М и Н. Нужно найти площадь этой фигуры. Так как для произвольного пятиугольника нет готовой формулы для вычисления площади фигуры, мы для нахождения площади всей фигуры найдем сначала площадь первого треугольника со сторонами А, Б, М, затем площадь треугольника со сторонами М, С, Н и площадь треугольника со сторонами Н, Д, Е. Так как эти треугольники у нас произвольные, то мы воспользуемся формулой Герона. Для того, чтобы каждый раз для каждого треугольника не прописывать эту формулу Герона, я могу один раз оформить формулу Герона для какого-то произвольного треугольника, например, со сторонами Х, Y, Z. А потом уже обращаться с конкретными сторонами к формуле Герона. Например, для произвольного треугольника со сторонами Х, Y, Z для определения площади треугольника по формуле Герона нужно найти полупериметр, то есть Х плюс У плюс З пополам, и площадь фигуры по формуле корень квадратный из П, умноженное на П минус Х, умноженное на П минус У и умноженное на П минус Z. Это произвольный треугольник, то есть треугольник, который не содержит конкретные значения. Но теперь в конкретной моей задаче я должна вместо Х подставить А, вместо У подставить В, вместо Z подставить М. Тогда я найду площадь конкретного треугольника по формуле Герона. Второй раз вместо Х я могу поставить М, вместо Y – C, вместо Z – N, я найду площадь второго треугольника. И точно так третий раз. Вместо X в любом порядке могу N, могу E. Например, E вместо Y – D, вместо Z – N. Тогда я найду значение третьего, площадь третьего треугольника. Найдя площади трех треугольников, я могу найти общую площадь данной фигуры. Функция – это поименованная об последовательность описаний и операторов, выполняющая какие-либо действия. Функции развивают большие вычислительные задачи на более мелкие и позволяют воспользоваться тем, что уже сделано другими разработчиками, а не начинать создание программы каждый раз с нуля. В выбранных должным образом функциях упрятаны несущественные для других частей программы детали их функционирования, что делает программу в целом более ясной и облегчает внесение в нее изменений. Любая программа на C++ состоит из функций, одна из которых должна иметь имя main, то есть главных функций. Это вы уже знаете. Любая функция должна быть объявлена и определена. Любая функция на C++ должна иметь прототип, то есть заранее объявлены заголовок функции с указанием ее имени, типов аргументов и типа возвращаемого значения. Прототип может размещаться как в теле программы до первого обращения к функции, так и в отдельном файле заголовка. Мы будем размещать прототип в теле программы. Прототип функции дает компилятору информацию о типе аргументов функции, типе возвращаемого значения функции. Это позволяет компилятору выполнять строгую проверку типа. Говоря простыми словами, прототип функции – это шапка или заголовок функции, то есть это процесс объявления функции. Для того, чтобы объявить функцию, я придумываю функции имя, перед именем функции указываю тип результата, который вернет моя функция, в круглых скобках, перечисляю тип аргумента. Могу указать имя аргумента, но это не обязательно. Но тип обязателен. Если аргументов несколько, то они перечисляются через запятую. В конце ставится точка с запятой. Функция может возвращать значения типа int, float, char и любые другие, а также void. Void – это когда функция ничего не возвращает, неопределенное значение. Имя функции может быть произвольным, но желательно, чтобы оно указывало на ее назначение. Имя не должно совпадать со служебными словами, именами библиотечных функций и с другими именами в программе. Если для выполнения функции нужно предоставить ей некоторую информацию в виде аргумента, то обязательно в круглых скобках указываем тип аргумента. При необходимости имя аргумента. Тип аргумента может быть любым. Если аргументов несколько, как я только что сказала, то их описания разделяются запятыми. Это мы объявили функцию, то есть указали прототип функции. Теперь, что такое определение функции? Определение функции представляет собой часть программного кода, которая, как правило, следует за телом функции. Синтекс из определения функции почти такой же, как у объявления. Имя функции перед именем тип возвращаемого результата, в круглых скобках тип аргумента, но здесь имя аргумента обязательно через запятую, если несколько аргументов, продолжаю. Тип аргумента, имя аргумента 2, запятая, тип аргумента, имя аргумента 3. Далее, в фигурных скобках идет само тело функции, то есть то, что наша функция должна делать. Здесь обратите внимание, если прототип или объявления функции завершаются точкой запятой, то здесь мы точку запятой не ставим, мы должны именно продолжить тело функции. Сами шаги функции. Ну, разберем на примере. Предыдущая задача, когда нужно было определить площадь пятиугольника. Что я сделала? Ну, стандартные библиотеки подключила, подключила математическую библиотеку МАП, так как у меня есть корень квадратный. Стандартное пространство имен показало, вот этот фрагмент – это моя формула Герона для произвольного треугольника. Вот я здесь говорю, что у меня функция моя будет называться Герон. В результате я получу площадь, площадь у меня будет числом вещественным, так как идет корень квадратный, это в любом случае число будет вещественное. У меня три аргумента – x, y, z. Каждый из этих аргументов может быть вещественным числом, может быть интом, неважно. Здесь можно поставить int x, int y, int z, но результат всегда будет float. На это обратите внимание. Для того, чтобы найти площадь треугольника по формуле Герона, мне нужны две вспомогательные перемены – это полусумма и сама площадь. Например, float P, float S. P – это полусумма, то есть я вот эти аргументы сложила и разделила пополам. Теперь S – это сама площадь, S2T, что означает корень квадратный, из P умноженное P минус x умноженное P минус y умноженное P минус z. Вот эти две команды понятны. Это команды, с помощью которых я вычислила площадь треугольника. Теперь важная команда – это команда return. Данная команда выходит из функции и возвращается в точку вызова в основной программе. А выходит и возвращается она со значением S. То есть мне нужна была площадь, вот тут она посчитает, найдет какое-то конкретное число, и вот это число вернет слово герон самой функции. В основной программе что я делаю? Я описываю сторону треугольника. У меня A, B, C, D, E – это стороны пятиугольника, прошу прощения, стороны пятиугольника. M, N – это диагонали пятиугольника. Вот так, сейчас вернусь. Вот A, B, C, D, E, M, N. Далее я и веду эти стороны A, B, C, D, E, M, N. Вот через синвела A, B, C, D, E, M, N. На примере A15, B10, C13, D9, E7, M18, M15. Вводить можно любые, но просто имейте в виду, что при вводе данных у вас треугольник должен существовать. Вы не можете взять одну сторону слишком большой, а остальная сторона слишком маленькая. Есть определенные правила, по которым строятся треугольники. Это математика школьная. То есть в этом блоке я вела данные. Дальше что я делаю? Я говорю, что у меня будет S1. Это площадь первого треугольника. Тип площади – флот. Чтобы найти эту площадь, я обращаюсь к функции Герон с конкретными аргументами A, B, M. То есть компилятор, как только встретил слово Герон, он тут же возвращается сюда. Вместо X подставляет первое – это A. Вместо Y подставляет второе – B. Вместо Z подставляет третье – M. Здесь получится A – это 15 плюс 10 плюс 18 делит пополам. Вот это получившееся число использует в следующей формуле. Просчитает, подсчитает, скажет, да, S равно какому-то числу. И это число оно мне сюда вернет в Герон и присвоит S1. То есть дальше я выведу S1, это будет 74,996. Точно так найду площадь второго треугольника. То есть вместо X я подставлю M, вместо Y подставлю S, вместо Z подставлю N. И аналогично третий треугольник. Далее я найду площадь всей фигуры как сумму площадей трех треугольников. Итого площадь моей фигуры – это 191,609. Еще разок. Самое основное – это описала функцию, дала имя функции, тип возвращаемого результата. В скобках перечислила через запятую аргументы с их типом, вернула результат. А в основной программе я лишь обращаюсь к этой функции Герон с указанием конкретных значений. А, Б, М – это конкретно считается фактически, потому что я их здесь задала. Теперь, это в случае, когда я и объявление, и описание задала сразу. То есть, еще разок вернусь. Я, когда описывала функцию, я и прототип дала, и тут же описание, определение функции дала. Теперь есть возможность до функции Mine просто описать, сказать, что у меня будет некоторая функция Герон. Она вернет вещественный тип, результат. У него будут три аргумента, и все три – это вещественные числа. И все, здесь больше ничего не показывает. Дальше, внутри программы я ввела данные, обратилась к Герону, также все посчитала. Но теперь компилятор, он встретит слово Герон, он будет искать его не в прототипе, а будет искать уже ниже, в описании. Когда я определила функцию, я здесь указала имя, тип результата, обязательно указала аргумент, тип, аргумент, тип, и фигурную скобку продолжила тело. То есть, в предыдущем примере, если это все у меня стоит вместе, то в этом примере я разделила прототип и саму функцию. Так тоже можно работать будет без ошибок. Принципиально важным оператором тела функции является оператор возврата из функции в точку ее вызова. Только что мы об этом сказали. То есть, ретурн выражения у нас был ретурн S, например. Или же просто ретурн. Если мы используем просто ретурн без выражения, это означает, что функция не возвращает результат. Вообще, любая функция, она может иметь аргументы, может не иметь. Если аргументов она не имеет, то скобки мы ставим обязательно круглые, они просто будут пустыни. Функция может возвращать результат, может не возвращать. Если функция результат не возвращает, то ее тип будет не флот, как в нашем примере было, а void. Любая функция содержит список формальных аргументов, который может быть пустым, и список фактических аргументов, который пустым не может быть. Типы идентификатора в обоих списках данных должны совпадать. В основной программе вот то, что мы описываем в функциях, вот флот, 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 и вот оно, флот, x, флот, y, флот, z, вот x, y, z, они считаются формальными, так как им конкретное значение не задается. А вот уже А, Б, М, когда мы обратились к функции, считаются фактическими. Вот М, С, Н тоже фактические, Е, Н, Д тоже фактические, они конкретно имеют числовое значение. Типы идентификаторов, еще разок, должны совпадать, у нас везде флот. На практике я могу поставить вот здесь вот флот, да, x побольше, а здесь вернуть int, а, int, b, int, m, m. Так как int меньше, чем флот, и находится внутри этого флота, то эта ошибка не даст. А вот если я наоборот поставлю, здесь поставлю флот, а здесь int, то это уже будет ошибкой. В С существует два механизма передачи аргументов функции по значению и через ссылку. Только что я вам просто сказала, что вместо x подставила А, вместо y подставила Б, и вместо z подставила М. На самом деле это не совсем так просто. По значению – это когда из основной программы берется копия наших аргументов, и копия передается в функцию, а основные данные, они не изменились. По ссылке – это когда непосредственно с самими аргументами работает функция. Что это означает? Например, вот по значению оно внешне никак не меняется. Создала функцию increment, а increment, мы знаем, это операция, которая изменяет значение аргумента на плюс 1. Аргументом у меня какое-то число x, результатом этой функции будет int, то есть число, которое больше, чем аргумент, на единицу. Вернула x. Например, если у меня a – 5, то результатом функции increment от a должно быть 6. Еще разок. a равно 5. Вывести a, мой аргумент, и вывести результат функции increment от a. То есть a у меня 5, результат – это increment, от a – это 6. То есть как только встретило слово increment, а компилятор, вот в increment, сюда подставляет не само значение a, а копию a. Сюда ставит 5. 5 плюс 1 – это 6. Возвращая здесь шестерку в increment, здесь он на экране выведет 6, вот он вывел. А само значение a не изменилось, так как a он не трогал, а взял его копию. Когда мы работаем, передаем через ссылку значение, то в отличие от предыдущего примера, здесь ставится знак амперсант, это операция взятия адреса. То есть как бы компилятор напрямую обращается к самому аргументу, не к его копию, а к самому аргументу. Функция не поменялась. Также x равно x плюс 1 возвращает тот же x. Здесь то же самое, но здесь a меняет значение. Если в предыдущем a не меняло бы 5, 6, то здесь меняет 6, 6. То есть что он сделал? Он вывел, прежде чем вывести a, он выполнил инкремент a, вернулся сюда, по адресу, по конкретному адресу взял число 5, к 5 прибавил 1, 6, в тот же адрес теперь записал 6. И когда он выводит здесь, он уже берет не вот это 5, а по адресу, а в адресе у нас осталось 6. То есть и a будет 6, и результат будет 6. Область видимости перемены может быть ограничена функцией, файлом или же классом. Локальные перемены – это перемены, которые объявляются внутри функции, а значит их использование ограничено только телом функции. Перемены, область видимости которых охватывает весь файл, объявляются вне любых функций или вне любых классов. Такие перемены называются глобальными и доступ к ним можно получить из любой точки того же файла. Одно и то же имя перемены может быть сначала описано на глобальном, а затем на локальном уровне. В таком случае локальная перемена закроет собой глобальную перемену в теле функции. Для подобных ситуаций в языке C++ используют оператор расширения области видимости, который обозначает как два знака двоеточия. Будучи примененным к перемене в теле функции, этот оператор позволяет использовать глобальную переменную с указанным именем, даже если в самой функции объявлена одноименная локальная переменная. Синтаксис – это оператор расширения области видимости и переменную. Но на данном курсе мы с этим синтаксисом встречаться не будем, это чуть позже при изучении объектно-ориентированного программирования на СЕ. Сейчас вы просто должны знать, что такой оператор существует. Если вы где-то встретите две точки, не бойтесь. Итого, сегодня на уроке мы с вами познакомились с возможностями создания пользовательских функций. Для того, чтобы создать и использовать свою пользовательскую функцию, необходимо объявить пользовательскую функцию, то есть обязательно указать имя функции, тип результата или тип данных, список параметров. Он может быть полным, то есть тип аргумента, а может быть просто иметь тип аргумента. Описать пользовательскую функцию, то есть здесь полный заголовок плюс тело функции. И в основной программе или же в другой пользовательской функции вызвать эту функцию. Объявление пользовательской функции должно быть обязательно до функции main, до главной функции, чтобы компилятор понимал, о чем идет речь. Описание может быть вместе с объявлением, а может быть после функции main. Вызов пользовательской функции может быть внутри функции main или внутри другой пользовательской функции. При передаче аргументов функции мы аргументы можем передать по ссылке либо по значению. При передаче по значению мы передаем копию аргументов, то есть сами аргументы не меняются. При передаче через ссылку мы передаем буквально сам аргумент. Поэтому, если в функции пользователя значение аргумента изменили, то это измененное значение будет и в основной программе. На экране вы видите вопросы для закрепления, на которые должны уметь ответить. Также список рекомендуемой литературы. На сегодня мы с вами завершаем рассмотрение темы функции. Но эту тему мы с вами продолжим изучать на следующих занятиях.